Всем доброго утра, мои дорогие! Сегодня за шкирку себя вытащила из дома, потому что я такая прямо домоседка стала. Сегодня не получилось у нас опять собраться в клубе, у девочек заботы, какие-то дела сложились. И мне, в принципе, тоже. Три часа потерять сейчас нет времени. Почему? Потому что я сейчас занимаюсь чем? Изучаю историю, географию, Турцию, гимн. У меня рандеву через два дня. Бог мне помощи вселенной. И в голове, и курс нейроколора, и всё, всё учу, учу, учиться стала. Настоящий учебный год начался для меня, 50 лет. Но мне кажется, это самый такой, самый ответственный. Это рандеву для получения гражданства Турции, мои дорогие. И я решила сейчас, на полчаса буквально, на полчаса я должна к 11 вернуться, немножко проветриться, да, вам поснимать что-нибудь, посмотреть на природу. И решила изменить свой маршрут. Пошла по улице, а вернусь по набережной. И не скучно, и интересно. И что-нибудь нового хорошего вам запишу. Так, что я могу вам сказать. Погода сегодня облачная. Но осень только-только наступила. Я вот в спортивном иду. У меня там ничего нету, ни маечки, ничего. Нормально себя чувствую, боже. И когда выходишь на улицу, чувствуется вот эта любовь к Мерсину. Ощущается с новыми впечатлениями. Вот о какое счастье, вы не представляете себе. Просто замечательные впечатления. Вот сейчас я вам покажу. Сзади меня, видите, лавка. Здесь очень сирийцы продают, да, сирийского. Очень доступные цены, почти как на базаре. Сегодня не буду ничего готовить. Соте с грибами. Надеюсь, вы посмотрели отдельное видео. С грибами, с грудинкой. Грудинка или грудка. Поправьте меня сами. Есть суп, есть. У меня есть с капустой курица. Но я хочу сегодня приготовить для себя борщ. Ну, если вдруг захочу. Мне вчера было недостаточно капусты. Немножко не рассчитала и мало сделала. Так что сегодня вот сделаю такой себе борщик. Мой муж, естественно, не покушает. О, к скидке. Туалетная бумага от 74, а сейчас по 34. По Юзбире. Ну вот, мои дорогие. Иду по улицам Мерсина. Обожаю эту улицу. А вон уже и набережная. Так все рядом. Видите? Уже здесь. Это не апельсины. В салоне красоты здесь. На каждом месте. Наш красивый Мерсин. Полиция. Я так погрузилась в свои задачи, цели, медитацию. Что я не заметила, что я пришла уже на площадь Галатасарая. Простите, что здесь шумно, но по-другому никак. Идти дальше хотелось бы, но нет времени физически. И возвращаюсь я. А сколько здесь этой хурмы? Видите, сколько хурмы? Тапки закинули, срывали ее. Видите? Или это фонарь? Что-то я ничего не понимаю. А там... А там сейчас самый сезон ее собирать. И, к сожалению, никому она здесь не нужна. Могу вам сказать, что жарко. Ой, жарко, жарко. Когда я вышла с дома, не так было. А сейчас... Очень жарко. Сейчас очень жарко. Сейчас я пять минут покатаюсь на моем любимом месте. И побегу домой. Двадцать девять градусов, мои дорогие. Лето в разгаре. Вот этим поближе покажу вам море. Давно я вам не показывала его. Смотрите, какая картина. Перилы разобрали, перила. О, боже, ну и такие вредители есть тоже. Да, такое бывает у нас. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Вау, здесь купаются. Давайте попрошай. А Блабла зовет. Такие молодые люди. Ходят и попрошайничают. Собирают так пластиковые. Да, сегодня море волнуется. Хорошая у меня сегодня была прогулка. Спасибо Богу, миру, вселенной за этот очередной чудесный день моей жизни. И вам дарю вот это солнце, мирное небо, спокойствие в душах ваших, мои дорогие друзья. Мира, мира, мира. А мы собираемся все. Ну, пока никого нету, естественно. Так что ждем остальных девочек. Не туда всмотрю, оказывается, сюда не потеряли вы меня. Всем привет, мои дорогие друзья. У нас пополнение. Да, вот это чудо. Так пришло в нашу жизнь, в мою жизнь. Я не могу от него оторваться. Я даже от радости короткое видео записала вам и выставила. Не знаю, видели вы или нет, но посмотрите. А так, смотрите, какой он красивый. Узей меня тут покусал, но он так кусается, не больно. Я хочу с ним подружиться, поближе познакомиться. И расскажу сейчас, как он к нам попал. Я здесь ся в звонках по бизнесу, разговариваю по телефону. И знаю, что Ашкем ушел. И вдруг звонок в дверь. Я думала, он что-то забыл. Открываю дверь, разговариваю по телефону. Стоит молодой парень. Ну, молодой парень, лет под 35. Я его не знаю. А тут я еще с телефоном в руках. Я говорю, Эндера нет. Так сразу отрапортовала. Подумала, что он хочет. Я говорю, Эндера нет. Он говорит, я знаю, говорит. Говорит, дайте мне клетку. А я говорю, какую клетку? Не пойму, что он говорит по-турецки. И вдруг он протягивает руку в руке вот этого вот чуда. Я так растерялась. Бегом за клеткой. Побросала все там вещи. Эти коробки со шкафа. Мы же, у нас была клетка от старого попугайчика. Но хорошо, что я ее не выбросила. И вот она была где-то далеко в глубине в шкафу. Я быстро все ее достала, прибежала. Он посадил эту птичку. Я говорю, а это кто? Что? Мальчик, девочка? Он говорит, мальчик. А сколько ему лет? Год. Сама не могу понять, откуда оно взялось. Но нужно брать все от вселенной и не задавать много вопросов. И я, когда его забрала, закрыла дверь и сказала, добро пожаловать в наш дом, мой золотой. Знаете, он очень, мне кажется, конечно, он был в панике сначала. Не понимал, что происходит. Но он не будет разговаривать. Но все равно он теплый очень. Вот даже я, когда захожу, вот сейчас в клетку, да, в клетку захожу, он не так шугается, да, не так шугается, как тот был первый у меня гигос. Он так прыгал, летал в этой клетке. А этот такой, видно, ручной. И я думаю, что мы с ним подружимся, и он будет скоро у меня на ручке сидеть. Я постараюсь постоянно в клетку руку протягивать, чтобы он чувствовал мою ауру и не боялся. Видите, видите, какой он, какой он хорошенький. Хорошенький! Ашким, видимо. Имя мы пока еще ему не придумали. Ну, Ашким, Ашким мы его займем. Не знаю, Ашким. Ой, а что-то водичка там у нас течет, вытекает. А вот откуда мокрая. Ну, естественно, я быстренько водичку ему и больше ничего. А когда пришел муж, он сказал, сосед, оказывается, над нами, решил... Видите, какой он хороший у меня мальчик. Сосед над нами решил, спросил его, говорит, у него, оказывается, много очень таких попугайчиков. И он, говорит, раздаю своим друзьям. И вот и мне попался этот попугайчик. Муж сразу морковку ему, и потом вечером пошел, купил ему вот эту палочку. Вот здесь заполнили все крупой, видите. Принесли ему камень для точения клюва. И вот у нас он. Я его накрыла вечером. И в среднюю комнату поставила. Потому что у нас же сейчас по сквозняке, и боюсь, чтобы он не простудился. А сейчас вот вынесло его на солнышко, потому что здесь не дует. Пускай чуть-чуть ей пообщается со своими друзьями, птичками. Да? Хороший такой, хороший мамин. Мамин мальчик. Как я его полюбила, друзья мои. Ну вот почему я не хотела его покупать специально, намеренно? Потому что, когда они уходят из жизни, переживаешь, да? Привыкаешь к этому. Мы посмотрим, как и что. А я еще говорю, если у него так много, пускай ему дадут еще одного. Он не дал сосед. Поживем, увидим, как и что. Будет, да? Такое вот у нас чудо. Надеюсь, он вам тоже понравился. Иди ко мне. Иди сюда. Уже накакал здесь на камушек. Водичку ему заполню. Салфеточку положила. Вчера он не кушал, сегодня вроде бы начал что-то, что-то. Ну, посмотрим. Столько было у нас игрушек, помните, и качелей. Но мы отдали тогда. Узлим все. Привет! Привет! Водичка подтекает, надо новую, значит, для воды. Привет! Вот такое у нас чудо. Друзья мои, мой муж сегодня отказался от курицы, которую я хотела приготовить по-другому. От мяса. Говорит, сделай мне пообычный. Этот суп, говорит, когда закончится. Сделай мне обычный горох или еще что-нибудь. Не хочу я мясо. Так что вот, приготовила ему мясо. Горох. Друзья мои, я в шоке. У меня уже голоса нет. Уже голоса нет. Вот так я сижу весь вечер и пою. Вы понимаете, когда читаешь стихи этого гимна, совсем по-другому. А они у меня не помещались во время пения. Оказывается, в чем секрет. Они делят слова на две части. Например, смотрите. Вот здесь написано, да? Милет-имин-дыр. Они пишут. О-о-о-о-бе-ним милет-ими. Билет-им ин-дыр ан-джак. Индир – это загружать милет-им. Короче говоря, вот в чем дело. А кто у меня зритель? Кто у меня зритель, мой мальчик? Безымянный мальчик Мой мальчик, попугайчик Он, наверное, в шоке от меня У меня давление поднялось Я целый день пою, чтобы понять Как вместить вот эти слова И он присутствует Ну что-то он не кушает ничего Может, у него шок Дыня у него и фрукты Только какает, видите? Как услышит своих друзей Птичек начинает петь Вот так вот Кто-то мне спрашивал, шью или нет Друзья, у меня нет физически времени Сейчас самая главная моя цель Пройти это гражданство Следующее Закончить курс нейроколор И нейрокомпозиции Я вчера сидела до 3 часов Такая была тема интересная Вот кому-то не нравится А кто-то просит мне Рассказывайте побольше про нейрографику Вот это тема в нейрографике Вот это мой первый урок Первый рисунок от первого урока А вчера была какая интересная тема Я вас научу Оказывается Как действуют цвета на вообще нашу жизнь И какой цикл жизненный мы проходим И как мы на кого воздействуем Вы понимаете Это по китайской философии Она много веков уже использована И что значит цвета И каким цветом при рисовании я могу подавить А могу наоборот Проявить энергию того или иного элемента Очень интересно Посмотрите, сколько я вчера сидела Два часа урока И вот это все зафиксировала И я могу Когда рисую на болезни Вот каждый человек Допустим В разный период времени К какому я отношусь К воде И у меня По году рождения Тоже я соответствую элементам Вот это вот И я Допустим Какие у меня ментальные свойства Мудрость Отрицательная критика Да Я иногда сейчас могу покритиковать кого-то Но я сейчас в транссерфинге И вообще стараюсь не заниматься этим Какие у меня эмоции Это страх и испуг Я боюсь Да, естественно За свою семью Иногда боюсь что-то начинать новое Но у меня В эмоциях такая положительная Безмятежность Я иду На пролом Какие у меня слабые места Мочевой пузырь почки И слух Слух Действительно я плохо стала слышать Связано с моим Компьютером С наушниками С телефоном И Какие кости У меня самые больные Опорно-двигательного аппарата Вот почему Мои дорогие Я занимаюсь Йогой Вы понимаете В этом возрасте Нужно заниматься Уже Йогой И что я могу сказать Вот с помощью Вот не цветов То, что я рисовала Раньше По интуиции Я сейчас Когда закончу курс Могу действовать На любое Подушить Любую болезнь Улучшить Любое Чувство Допустим Обаяние Осязание Слух Вы понимаете Что передо мной Открывается Потом идет Нейрокомпозиция Это очень огромный курс И это надо же Создавать Тесты Тоже Это не просто так У меня все Ну в общем У меня смотрите Какая интересная жизнь Мне некогда даже Ничем заниматься Другим Как я обожаю Свою жизнь Благодарю Бога и Вселенной А сейчас Мне что-то захотелось Орешков Я сейчас Должна порисовать Нейрографику На мою Благополучное Рандеву Понимаете И буду продолжать Заниматься Чем-то другим А вот Кстати Мой ГИГОЭС Покажу Вам сейчас Страницу Покажу Мои заработки Что я не шучу И вот Это все Евро Так что Здесь я зарабатываю Спасибо Богу И Вселенной Если вам интересно Пишите И звоните мне Вы видите Наконец-то Он стал кушать А мы с мужем Думали Что он не кушает Главное Вот эта палочка Которая висит Ему не нравится А кушает Обычное Пшено Это или что Как интересно Главное Не опускается А сверху Понимаете Приятного Аппетита Мой Шладкий Ставьте лайки Подпишись На мой канал Не забудь Нажать на колокольчик И поделиться Моим каналом С вашими Друзьями И близкими Всех вас люблю И ценю С вами Светлана Ата Субтитры 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 Субтитры